Инфопресс Здравствуйте, в эфире программа Инфопресс, о чем сегодня пишут газеты и что обсуждают в блогах, расскажу вам я, Игорь Арысев. Вопросов к Владимиру Быкову за время его руководства городом накопилось много, однако один из них превалирует. Как пишет газета «Вятский наблюдатель», большинство кировчан хотят услышать от Владимира Васильевича, когда он покинет кресло главы города. По крайней мере, большинство вопросов по этой тематике поступило в рамках проекта «10 вопросов Владимиру Быкову» портала городкиров.ру. Хотя, думается, подобного характера вопрос одновременно самый недвусмысленный и бесполезный одновременно. Инфопресс Слушания по Кировлисту практически подошли к концу. На прошлой неделе обвиняемым дали последнее слово, в котором Алексей Навальный обратился к тем, кто, по его мнению, заказал этот процесс и заявил, что после этого уголовного дела свою деятельность не прекратит и с коллегами сделает все, чтобы уничтожить феодальный строй в России, как он выразился. Кроме того, по словам Навального, он рад, что процесс проходит именно в Кирове, потому как именно здесь особенно видно, что мира фантазии нет. А ведь еще совсем недавно оппозиционер просил перевести рассмотрение дела в Москву, мэром которой хочет стать. Теперь же он должен поблагодарить судью Блинову хотя бы за отказ переносить слушание в Москву. Пересуды с переименованием или возвращением исторических названий до сих пор в разгаре и масла в этот огонь подливать в нашем городе не устают. Как пишет газета Бизнес Новости, нашлась проектная организация, которая готова сделать всю документацию по восстановлению собора Александра Невского на месте нынешней филармонии. Проект может быть готов уже в следующем году, тогда можно будет и поднимать вопрос о непосредственно строительстве, ну а филармонию предлагается куда-нибудь перенести. Вообще же тут ситуация крайне противоречивая и может расколоть общество еще сильнее, чем местечковая проблема переименования улиц, так как чем-то вроде двойных табличек вопросы с собором и филармонии не решишь. Инфопресс Теперь киоски в городе скорее некие исторические артефакты, тогда как обещанные остановки, которые пропали вместе с ларьками с десятков остановок, не оправдали ожидания кировчан. Отметил это в своем твиттере секретарь общественной палаты Кировской области Тахир Мамедов. По его словам, лучше бы киоски остались, мол, было солиднее. С другой стороны, дело даже не в солидности, а в принципиальном отсутствии этих самых остановок или их недостроенных вариантов. И тут уже приходится говорить о безответственности не предпринимателей, а именно городских властей. Удачи в делах, это был Инфопресс с Игорем Рысевым. Инфопресс